Всем привет! Сегодня хочу вам показать, какие культуры я буду высевать в апреле. Каждый раз при посеве нет возможности снять видео, поэтому обобщу. Итак, буду сеять базилик карамельный. Делать буду в самокрутках вот эти культуры, которые сейчас покажу. Ну, я думаю, самокрутки все знают. Я беру такой плотный пакет, черный. Накладываю туалетную бумагу. Увлажняю, раскладываю семена. И когда прорастут, буду подцепать землю. И уже отсюда, с этой самокрутки, буду высаживать рассаду в теплицу. Вот, как раз базилик карамельный будет у меня в теплице расти. Здесь много семян, поэтому сначала половину посею, потом через две недельки еще досею. Если он мне понравится, карамельный, то обязательно заберу свои семена. Это новинка. Потом базилик овощной. Это лимонный аромат. Тоже в первый раз выращиваю. Нравится базилик не зеленый, хотя вот фиолетовый, он более пряный и по вкусу, и по запаху. Но зеленый как-то больше нравится. Тоже, если понравится, соберу свои семена. Это, конечно, кинзу. И салат. Этот салат хотела посеять в теплице, но открыла, представляете, здесь только мало семян. Всего лишь 20 штучек. Они обработаны, поэтому решила посеять тоже на рассаду. Посею 10. Через две недельки еще 10 посею. И высажу в рассаде. Будет мешаться в теплице, я тогда пересажу уже потом, когда потеплеет, в открытый грунт. Так дальше. Это я сделаю буквально сегодня или завтра в самокрутке. 6-7 апреля я посею томаты для открытого грунта. Это раннеспелый и очень низкорослый. Это такой сорт, как путенок. Это 0,33, это сараевский томат июньский. И у меня еще монгольский карлик. Буквально по 3-4 растения буду высаживать в открытый грунт, в высокие грядки. Баклажаны в этом году выращивать буду тоже в открытом грунте с укрытием. Я их всегда выращивала в теплице, но буду экспериментировать. Буду выращивать в открытом грунте. Значит, корейский карлик. Это именно сорт для открытого грунта. Это от огородника. И покупные баклажаны сосульки. Это белый. Это обычно классический фиолетовый. Высевать буду с 6 по 12 апреля. Не раньше. Поэтому смысла нет раньше его высевать, чтобы рассада была вытянувшаяся никакая. Все равно раньше времени в открытый грунт в любом случае не высадишь. Это я говорю за Московскую область. Бархатцы отклоненные. Это низкорослые. Там до 15-20 сантиметров. Тоже я буду делать самокрутки. Отлично они растут. Самокрутки с добавлением земли. И потом сразу высаживаю в кашпо. Замечательно. Затем хочу показать, что зеленушку я уже в теплицу посеяла. Разную-разную. И зелень я обычно сею в разные сроки. Вот сейчас посеяла. Через 2 недели еще буду сеять и шпинаты, и укропы, и кинзу. И еще раз редис буду через неделю подсевать. Руколу, луки. Щавель обязательно обновлю. Я стараюсь каждый год или раз в 2 года обновлять щавель, чтобы он был более молоденький. Также в самокрутке тоже хорошо удается проращивать горошек с добавлением земли. Я горошек тоже в теплице высаживаю. Буквально 10 кустиков на раннюю продукцию. Замечательно он в теплице получается. Он уходит тогда, когда уже в открытом грунте поспевает горох. То есть сначала он можно полакомиться, а потом уже в открытом грунте. Для открытого грунта у меня есть очень интересные сорта. В этом году буду их высаживать, затем собирать семена уже свои. Конечно же высажу морковь. Взяла в... Как они называются? Сейчас, подождите. Не дрожжи, это как? Не, ну правильно я назвала. Это не в драже. Взяла специально для теплицы в драже, чтобы не прореживать. Для открытого грунта у меня просто россыпью. А вот для теплицы взяла вот так, чтобы не было загущенных посадок. Открытый грунт буду высаживать в этом году, решила поздно. В июне месяце, в середине. И, конечно же, на раннюю продукцию это редис. Буду высевать эту зелень на этих выходных. То есть 6-7 числа получается. 6-7 числа я также посею капусту. Это буду сеять не в теплицу, а в стеклянный парничок, который на улице находится у меня. Это скайвокер в обязательном порядке. Самый, по моему мнению, это самая лучшая цветная капуста. Вот у кого не получается капуста, посеете скайвокер. Она крупная, до 3,5 килограмм. Ни один куст у меня никогда не уходил в цветушность. Замечательно получается. Белые головки. Здорово. Это гибрид. Она, между прочим, по-моему, позднее спелая. А, нет. Ну, средних сроков. То есть она не такая ранняя. Мегатон, который я высеваю уже много лет. И он идеален для засолки, для хранения. Хранится неплохо. И килотон купила в этом году. Тоже гибрид. Но почему купила? Потому что не могла найти мегатон. Поэтому сначала килотон купила, потом нашла. Мегатон купила. Вот. Ну, его тоже посею. Здесь семян немного. Всего лишь, получается, там 20. Да, по 20 штучек здесь. Засолки великолепны. Брокколи в этом году не хотела сеять. Но 5 штучек посею для разнообразия. Еще не хотела в этом году раннюю капусту сеять. Но все-таки придется. Потому что посмотрела по закруткам. Закончилась у меня такая закрутка, как капуста в томатном соке. Очень хорошо идет на борщ зимой. Не нужна никакая свежая капуста. Открываете, добавляете в борщ. И все. И он готов. Нет, поэтому буду покупать. Никак не могу найти свой любимый гибрид. Называется пандион. Это раннеспелая. Юньскую давно не сажаю. Вот пандион гибрид. Это великолепный. Великолепная капуста раннеспелая. Ровненько. Никогда не трескается. В схожей замечательно. Вот найду. Обязательно куплю штучек 5-6. Обязательно вырастить нужно, чтобы сделать закрутку. Только ради закрутки. И капусту декоративную. Сенрайз. И осеннее кружево. Из любопытства. Понравилось. Внешне по 2-3 семени посею. Для красоты, так сказать. Затем огурцы. Видите, у меня не столь много. А вот еще у меня огурцы. Не столь много сортов. Я думаю, что вообще 20 сортов огурцов сеять. Не знаю, вообще ни к чему. Это не томаты. Теплицу посею. Ну, какого числа? Примерно 20-24 числа. Тоже у меня будет несколько посевов. Вот 20-24 апреля. Потом 20-25 мая. Ну, и так далее. Это огурец SV3506 гибрид. Огурец-аллигатор. Всей нашей семье любимый. Каждый год. Это польские семена от зрителя прислала мне. Эти огурчики я буду прививать на лагинарию. Так. О самой лагинарии. Здесь мои семена. Вот они. Я их в этом году собрала. Семена свежие. Прививкой буду заниматься 19-20 апреля. Сначала высеваю, конечно же, огурец. Через 3-4 дня высевается лагинария. И контрольно высевается еще лагинария. Еще через 3 дня. Делаю, так сказать, контроль. Потому что огурцы-то покупные семена. Всхожесть я не знаю, какая будет. Лагинарию-то я свою знаю. И я знаю, как она должна взойти. И какая она по всхожести. А огурцы покупные здесь уверенности нет. Поэтому нужно в этом плане подогнать огурцы под лагинарию. Дальше у меня идет тыква. Сеять буду я 4-5 мая. Не раньше. Всю рассаду огурцов, тыквы, лагинарии я высаживаю с 3-4 настоящими листами. Не позже. Потому что когда рассада перерастает, очень сложно приживается. Иногда даже пропадает рассада. Поэтому 3-4 настоящих листа и все будет отлично. В этом году у меня 3 сорта. Это 2 мускатных и, конечно же, царевная лягушка. Между прочим, семена здесь свежие. Так я сказала, да? Это будет 4-5 мая, не раньше. Дальше у меня идет кукуруза. Сеять я ее буду 27-28 апреля. Я числа называю примерные. Почему? Потому что я ориентируюсь по числам с прошлого года, по записям. В этом году я не знаю, какая будет погода. Лучше, хуже. Все буду смотреть по погоде. Но вот говорю примерно. Кукурузу буду высевать в этом году 3 сорта. И вот еще у меня четвертый. Это попкорн. Это сладкое, это попкорн. Сеять буду в самокрутку. Точно так же посею. Сюда засыплю землей. Она у меня уже вырастет, достаточно высокая. И тогда я буду ее высаживать в открытый грунт. Замечательно получается в самокрутке кукуруза. Дальше у меня идут арбузы. Два сорта от огородника. Буду сеять примерно 1 мая. 30 апреля, 1 мая. Вот такие числа. Должен хорошо зайти, потому что огурцы-то домашние. Это и цыганок у меня, и лиджан-и. Табан лиджан-и. Это с желтой мякотью. Это обычно классическая красная мякоть. Все выращиваю в открытом грунте. Дыни в этом году не сажаю. В прошлом году она у меня не получается, поэтому я ее не буду высевать. А вот арбузы получаются. В прошлом году мы ели свои арбузики. Получились замечательные. Они не крупные. Буквально до 3,5-3 кг. Там то, что нужно для средней полосы и тем более для открытого грунта. Теплицу я огурцами не занимаю. Ни дынями, ни огурцами. Лагинарию, которую я выращиваю именно для получения кубышек, я буду в первых часах тоже в мае высаживать. Люфу тоже в начале мая. Декоративная тыква у меня есть. Тюрбан тоже в начале мая. Вот такие вот у меня будут в апреле посевы. Многие семена, которые я планировала в этом году посеять, я не буду. Например, большую часть цветов я в этом году высаживать не буду. Например, это как шток роза. Хотела его вырастить, но нет времени. У меня другая задумка на этот год. Которая требует очень много времени и отдачи, и физической, и времени. Поэтому вот на цветах я в этом году буду все скромно. Ну а культуры, которые в нашей семье пользуются спросом, конечно же, я их буду высевать. Поэтому что мы их любим. А у меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. И всем пока.